всем привет друзья с вами снова лавка удовольствий я александр манек у меня снова чумачечий день в антикварной лавке вам огромное спасибо за то что вы делаете репосты моим видосом ставите комментарии сегодня у меня отдельный приз друзья снова радуют мои подписчики очень приятно что вы у меня есть я вас просто обожаю принесли мне сегодня и подарили вот такие вот интересные вещи ребята значит эдельвейс мастика для ухода за полами и здесь написано германская демократическая республика ребят народное предприятие витоль лютер штат виттенберг представляете вот такой вот как силиконовый как сосиска ребята как сырок плавленный вот такой вот средства для ухода за полами подарил мне подписчик не знаю пока что с ним делать когда-нибудь сделаю обязательно выставку когда будет у меня большая лавка и вот такие вот ребята гвозди 1985 года 28 февраля стайленский горно-обогатительный комбинат старый оскол это недалеко от белгорода гвозди декоративные 1 рубль цена но я даже не могу заглянуть потому что они запаяны в родной запайки ребят вот такая вот красоте также подарок от подписчика посмотрим сделаем когда-нибудь обязательно выставку из новинок у меня в лавке сегодня ребята вот такой вот будда тяжелючий не знаю с какого материала он сделан однозначно старый камень не камень но не гипс точно какой-то в общем нереально тяжелый из такого же материала слон ребят слон последнее время это отдельная тема особенно ценятся слоники у которых хобот вверх и желательно чтобы передняя лапа шла вперед мне сказали подписчики что у слона у которого хобот вверх это денежный слон а если он еще идет ногой вперед обязательно такого слона надо поставить при входе в ваш дом задницей к двери а лицом к себе и тогда этот слон приносит вам деньги то есть он вносит в дом победу поэтому вот такая вот история оказывается поэтому многие люди собирают таких красавцев и на это спрос ежедневно растет друзья принесли мне книжечку короче она была в таком ужаснейшем состоянии мне ее отреставрировали и сейчас я вас приколю посмотрите я просто в восторге сейчас вы видите что это за книга друзья нереально старая древняя книженция попала мне сегодня в руки это мне и уже реставрировали здесь была она в ужасном состоянии мне восстановили страницы где-то подклеили где-то добавили из интернета те данные которые можно было где-то нельзя было борщ различные видите две страницы не смогли просто вклеить не было кореньев просто вставили пюре бульон красный ребят огромное количество старинных блюд причем если почитать то здесь тоже можно кайфануть ребята я вам покажу несколько рецептов вот например ребята фрикадельки из мозгов взять один телячий мозг отварить в воде с солью и уксусом остудить порезать на кусочки выбрать тщательно все пленки протереть через сито взять ложку масла стереть до бела смешать с мозгами вбить по одному четыре желтка постоянно мешая всыпать перца соли и 4 белка взбитые в пену вымешать хорошенько брать ложкой как клетки и спускать в кастрюльку с кипящим жиром когда немного обрумянится вынимать друшлаковой ложкой и класть в миску налить приготовленным бульоном или борщом бульон следует лить осторожно чтоб не попортить клеток можно вместо телячьего мозга взять половину коровьего ребята лососина с раковым соусом суп из лососина кальраби фаршированная морковь морковь с горошком желая эти овощи приготовить вместе следует морковь и уварить до половины готовности а горох отдельно отварить в соленой воде отцедить смешать с морковью прибавить масло муки укропу сахар удалить бульоном и тушить увидите текст набирался вручную чуть-чуть сбился свежий щавель ребят свежие бураки чего здесь только нет просто ребят наверное приготовлю на мангале жалко здесь нет пудинг и ребята пудинг английский из капусты чего здесь только нет я обожаю такие дореволюционные вещи яйца ребят яичница битая разбить 10 яиц посолить разогреть на сковороде ложку масла влить яйца и мешая жарить на огне до умеренной густоты у это у меня получится даже у меня получится яичница с селедкой или ветчиной очистить селедку вынув кости мелко порубить смешать с разбитыми яйцами и жарить в масле до умеренной густоты вместо селедки можно употреблять ветчину ребята давайте наверное я приготовлю сегодня лена будет шоке вот этот старорусский рецепт надо для этого купить селедку яйца ну масло дома мы найдем а вот интересно написано ребята яичница иначе несколько яиц крепко разбить это как а если они крепко разобью яйца смешать с рубленой петрушкой или укропом слушайте прикол яичница с вареньем ребята взять три или четыре яйца разбить хорошенько с тремя ложками молока немножко соли распустить на сковороде масло вылить яйца на сковороду и жарить пока зарумянится когда яичница будет готова сдвинуть ее со сковороды на лист бумаги наложить сверху яблочного мармелада посыпать сахаром положить на блюдо и подать ребят просто чумачечья книга у меня в лавке слушайте я приготовлю сегодня яичницу селедкой ну своей вывеской новая уже перед вами хвастался ребята теперь у меня вот такой вот баннер стоит возле магазина народ обращает внимание останавливаются прямо подписываются теперь на мои глаза люди стоят вот здесь вот кушают кто-то что-то покупает общаются отдыхают в тенечке и обращают внимание на вот этот вот прекрасный баннер лайка ставим сегодняшний приз для моих подписчиков ребята оставляем комментарии под этим видео и рандомно мы выберем лучший комментарий и победитель получит вот такой вот прекрасный подсвечник с кофейными зернами вот такая красотень ожидает победителя ребята только принесли мне в лавку чумачечья ассортимент алкоголя и вот люди как знают понимаете принесли мне вот такие вот посеребренные бокалы ребята шикардосные посмотрите какие просто чума чечей ну это еще не все вот такие вот настенные гипсовые ребята с клеймами вот такие вот ковбои и моряки посмотрите как у них лица игра сейчас я вам их покажу ближе вот такая красотень ребят они у меня уже на виолите посмотрите насколько здесь детально прорисованы даже щетина ребята и самое прикольное что с какой бы стороны ты на него не смотрел класс то же самое ребят вот этот ковбой посмотрите насколько у него детально каждая часть здесь морщинка поворачиваешь сбоку один ракурс второй ракурс и у этих статуэток настенных здесь есть клейма ребята его производителя поэтому эти две вещи у меня уже на торгах вы можете посмотреть их если хотите оставим ссылочку на эти вот и здравствуйте а дайте мне пожалуйста селедки итак ребята собственно я почистил селедку теперь олесь я кстати тебе икорку там нашел вон видишь лежит какая вот икра так теперь я вот этот кусочек сделаю по древнерусскому рецепту сейчас я ее сделаю кубиками сейчас попробуем сделать мелко но не знаю как я почистил так лезть ты сильно не кричит потому что если мама услышит что мы будем жарить селедку я не знаю прилетит не только мне так нарезаю кубиками ну что ребят я порезал селедочку лезь как думаешь сначала надо наверно селедку высыплю сюда да посмотри мелко и и фаршанул сейчас посмотрим что получится у нас только не кричи громко вот так у нас есть это убираем добавляем сюда яички слушай нам мало на 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 больше ребята наверное добавлю еще яйца три потому что получится много селедки я желаю еще три яичка я надеюсь что вкусно будет будет вкусно надо перемешать не знаю блин как это сделать лишь такой мастер приготовления домашних блюд хватит посолить перчить здесь давай теперь мы по старой русскому рецепту я не знаю была ли такая печка ли у старых наших предков так сказали одну ложку масла вот охватит много ребятки ну что мне надо конечно это было готовить в таком чепчике кушаком подпоясанным но тем не менее сейчас сейчас мы попробуем что у нас получится высыпать нас мама точно не бедовой вытяжку включим то есть как ты думаешь вкусненько будет до так ждем настаивается сейчас ребята посмотрим как наши предки кушали там написано медленно помешиваю здесь красиво Ну что, Лиза, ты думаешь, готова? Нет. Нет? А ты какого-либо состояния? Чтоб все было комочком. Запашок странненький, да? Нет. Нормально? Угу. Пригорает. Ну я ж мешаю, а что? Это ж старорусское блюдо такое. Первый раз честно в жизни буду пробовать жареную селедку. Мы ее еще особо не жарим, то есть она вместе с яичком. Ну что, хватит так? Еще. Я думаю, все. Да? Угу. Ну что, накладываем. Здесь, смотрите, получилось. По-моему. Ну, я тебе скажу, что из-за того, что селедка... Ммм, вот тут чувствуется, если отдельно селедку есть. Из-за того, что селедка слабосоленая... Прикольно, кстати, прикольно. Такое что-то необычное. Но оно не резкое. Попробуй. Ну что? Ну смешано. Прикольно? Угу. Маму будем звать? Нет. Не будем? Ну что, давай дать Суня. Затопчем ее. Ну и по поводу жука, ребята, дорогие мои, конечно же, вы правы. Все вы правы. Это и гуглом вы отлично пользуетесь. Конечно, этот жук ставился возле входа в дом, в подъезд. И очень удобно было снимать вот таким вот образом калоши от валенок или сапоги. Не надо было наклоняться. Очень удобная штука. Наступаешь одной ногой, снимаешь и пошел в дом уже в валенках. Поэтому те, кто ответил правильно, получат от меня на стриме отдельный приз. Ну что ж, друзья. Вот такая получилась яичница. Хоть ли она и сказала, что ей завонял весь дом. Ну я это, конечно, и сам слышу. На днях приготовлю какой-нибудь новый рецепт. А вам спасибо за то, что смотрите. Огромное спасибо за то, что комментируете. Не забудьте подписаться на мой канал. Вам это не трудно. Мне это реально очень приятно. Буду снимать для вас еще более чумочечие ролики. Увидимся.